Крутится, да, там? Ого-го! Интересно, ну. У нас сегодня похолодало, 7 градусов, такой дубак на улице, вообще я еще пальто с подвала не достала, поэтому мне надо будет сегодня заняться. Доставанием пальто и спуском платьев вниз. Накутала булку, надеюсь, что незамужно. Все. Уделась бы не быстрее-быстрее, потому что я и плакала. Капризничала, не хотела сидеть долго в коляске, поэтому какая-то чуханка какая-то оделась. Непонятно как. Сейчас заснет. Нам надо сходить в Германию купить кашки. Уже все закончилось, а он ничего не ест в последнее время, он отказывается от обедов, от картошки, от овощей, от мяса. Он приходится им постоянно давать кашу, поэтому каши не хватает быстро. Ну, он съедает хоть по баночке, уже объем увеличили, что радует. Но вот ест только кашу и фрукты. Кашу и фрукты. Потому что не всякую кашу-то ест. Поэтому тут экспериментируем с ним. Купили смесь, но еще ни разу не давали. Потому что он не пьет, он ему молочко-то даешь. Мое размороженное в бутылочке, он не пьет. Приходится все выливать, выкидывать. Думаю, что со смесью такая же история. Вот, ему не нравится просто из соски сосать. Не нравится и все. Что там, курочка готовится? Да? Курочка-то. У нас сегодня картошечка с курочкой, грибочкой. Зелись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. Привет, друзья. Мы с вами на прогулке. У нас сегодня еще сильнее похолодало, 6 градусов. Так, мне очень позитивненько. Я обнаружила, что у меня кроссовок. Единственная пара, придется в зиму новые покупать. Вообще, я думаю, надо будет взять в Ниберландии на зиму. Потому что так прогуливаться, конечно, в этих кроссовках уже... Я хотя на кашемировой карцедоне одела носки, но уже так все равно ноги прохладненько. Надо утепляться. в Тайгерах, в которых мне жалко ходить вот по таким улицам. У нас такие дороги. Если дождик пойдет, то очень печалька. Я тут жила на 3 года. Мне так жалко. Не спит. Здесь внутренняя прям ручка. Хотела сегодня в Германию сходить закупиться, но, видимо, не пойду. Что-то мне как-то лень обуяла. Можно на завтра снять видео для канала. Поэтому займусь лучше. Там дома надо постирать, постирать, убрать. Вчера вот спустила пальто, подняла пальто с подвала. Спустила туда все платья летние. Постирала, погладила, убрала. Сейчас осталось разобраться с обувью. А летнюю тоже спустить. Ее в подвал. Но нужно в Икее, наверное, взять какую-то систему хранения. Но не вот такие пластиковые, а какие-то... Как обычно, знаете, в одной все сваливают. Не хочу, так хочу, чтобы каждая отдельно лежала, чтобы обувь не портилась. Хотя бы каждый в своем пыльничке бы и аккуратненько сложенные в этих боксах. В общем, надо что-то придумать. Чтобы красивенько все это было. И тоже спустить в подвал. Это все не боль. Натеплилось настолько, что даже все в чем-то похоже. Потому что больше не очень холодно. Вот еще сегодня немножко с Артуром проводили утро. Он ругается. То, что я утром включаю новости. А мне, если честно, ну, очень переживаю. Из-за того, что там в Карабахе происходит. Потому что у меня есть друзья. И азербайджанцы, и армяне, которые живут там, и... Ну, грустно, конечно, все это. Грустно и печально. Вот. То, что они там все равно продолжают бомбить. Поэтому, конечно, я отсматриваю эти новости. Артур рукается. Он все время степется над русскими новостями. На тему ковида. На тему, как там все врут. Хотя, мне кажется, во всех новостях врут. Будь то немецкие. Будь то русские. Или швейцарские. Все гнут в свою палку. В свое... В свое направление. В свое русло. И... Как кому удобно. Поэтому... Возьму там яйца, сливки. И муку. И... Не пойду сегодня в Германию. И буду печь клубничный торт. Хочу торт. Я еще такую паранойю заметила, что у меня вес падает. Вот так всю неделю ничего не ешь, не ешь, не ешь. И... Ни сладкого. Ни мочного. Ничего. На одних овощах сидишь. Вес не падает. Один день поешь тортиков. Минус один килограмм. Ну, это, конечно, такая странная система. Но... Тем не менее. Сегодня мне хочется тортик. Такое настроение, что хочется тортик. Вот. В пятницу у меня опять на работу. На съемку. Меня это очень радует. Потому что... Лишние деньги не лишние. Это, во-первых. Во-вторых. Во-вторых. Я вообще соскучилась по работе, по общению. И я понимаю, что сейчас мне вот прям вот иногда очень необходимо немножко пожить своей прежней жизнью в рабочем формате и пообщаться с другими людьми. Потому что у меня какая-то прям проблема начинается. Языковая и... Ну, просто социальная. Я со собой замечаю, что, например, я даже когда ухожу с тренировки, мне стало некомфортно. Все там остаются, общаются, еще что-то. Я, понятно, ухожу пораньше, потому что нас Артур ждет ему на работу. Надо побыстрее. Ну, и языка тоже. Но это даже не главный фактор, мне кажется. Даже если бы там были русские, я бы точно так же сваливала. У меня какая-то социофобия начинается. И с этим надо что-то делать. А делать можно только одно. Поглубляться в это. И общаться с другими людьми. Я своего так вещи, так начинаю делать. А потом раз, ты такая прозрачная. И ты выходишь. В артуре проснулся режиссер. Да, Луи? Вот сидим, завтракаем. Не усмел. Тортик. Тортик. Ты отрежь мне тортик. А то у меня руки заняты. Да, Луи? Да. Что скажешь? Что тебе сегодня снилось? М? Заяц. Заяц-волк. 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 Полку интересен тортик. Тортик. Ну, что ты творишь? Купаться хочешь? Луи? Ты купаться хочешь, что ли? М? Ой, господи. М? 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 Потому что мы закупрились. Идём домой. Скопили в русский. Лидл. Если честно, чувствуется такой второй локдаун. Что всё закроют. Потому что в русском всё опять сметено. Да. Вот это всё мы купили на 80 евро где-то, да? На 80 евро. Так. Ещё в русском магазине я взяла морковку на 1-й год для перчиков. Сема морковки. Это несколько локда zat. Ш Au! Шипова. Ага. Зап fee. для сырников и хачапури с индейкой пельмешки хинкали и крабовые палочки кефир и сметану пицца яйца яблоки все это все заяц ест банан да алё алё говоришь банану банан ты где ты съелся уже да алё алё и ты стоишь рано-рано-рано утром благодаря вот этому человеку на завтрак у тебя птицы на юг летят мы приземлились на гольф поле утки вы похожи это первые мои перчики в этой жизни друзья четверг вечер артур ушел слой на улицу мне нужно сейчас потому что он дождик но луи заснулся дома я предлагала на балкон сказал захочу погуляться пошли под дождиком гулять сейчас надо убраться на кухне и вымыть везде полы и туалет и два туалета с вами вот если честно я задовыпалась у меня какой-то день сурка я после завтрака помыл убрал после обеда помыл убрал помыл полы убрал я даже уже за немецкий я не знаю не садилась неделю три наверное у меня просто не хватает времени луи как метеор бегает я не понимаю как как организовать свое время просто не понимаю я даже с утра мне не выдохнуть было потому что я готовила мыло убирала гладила готовила мыло убирал момент когда я могу выдохнуть более-менее это вот время бассейна луи все это вот единственные полчаса неделю ну или когда вот гуляем с ним иногда я жертвую тебе прогулками ради того чтобы убраться да я реально сейчас уже просто у меня кризис и так хочу куда-нибудь уехать просто на сутки что надо было мыть готовить убирать мыть готовить убирать мне даже просто хочется в базе съесть но мне даже на это нет времени уже не знаю я месяца два хочу съесть в базе или даже сходить в рентфельден просто в магазин но даже на это нет времени просто потому что тоже когда выходные за день сурка встали позавтракали приготовили завтрак поели покормили луи это все занимает часа три почему-то быстрее потом луи поспал это еще час-полтора и поспал на улице и я опять ничего не сделала потом обед надо уже готовить 12 часов все пообедали уже по второго все надо убрать сейчас луи ложится на следующий сон только убрала надо эти слова гулять погуляли с луи возвращаемся уже нужно ужин готовить время 5 только поужинали луи ложится на час там на полчасика на вечерний сон только он проснулся надо его искупать либо если вечерний сон иногда тоже бывать на улице соответственно еще часик и уже 8 уже опять спать и все пока его усыпишь время 9 и день как бы закончился 6 30 подъем поэтому ложусь и рано и короче говоря вот так вот каждый день я уже просто бою потому что раньше мне хотя бы оставалось хоть какое-то время на тренировке а мне между прочим для того чтобы скинуть 7 килограмм осталось всего лишь 5 недель то сейчас минимум придется кардинально как-то просто не жрать а если я не ем соответственно вечером молока нет почти что тоже минус у меня просто истерика уже если честно я не могу я просто устала очень сильно все все убрала чистенько аккуратненько осталось так выкинуть пластик спустить и все ждать за мальчиков пришла посылочка и скорее всего игрушка луя судя потому что она порвана и написано той самой где фокус-фокус тактика такая игрушка есть вставляю в ваш на ажденки но к сожалению смотрите что дефект пишу Что, 6.30? Ладно, 7 утра. Я пошла бегать. Мальчики там завтракают. Надо уже. Осталось полтора месяца. И еще 7 килограмм. Как-то слишком себя в еде ограничивать не хочется. Ну, совсем к тем ограничениям, которые уже есть. Поэтому нужно добавлять больше физической нагрузки к тем 6 километрам, которые я прохожу за день. Поэтому нужно добавить еще 6, которые я буду пробегать. В общем, сегодня Луи плавал с папой. Потому что Артур уже настроился. Я должна была работать. И он уже собирался плавать. Я решила не разочаровывать его. Заодно он там спросить должен был, на какой курс следующий идти Луи. Вот. А я, с учетом того, что я сегодня утром побегала, сорвала спину. Поэтому мне это только пошло на пользу. Потому что мне очень сложно сейчас Луи держать, поднимать. Больно. Вот. Так что... Вот сейчас схожу, жду их. Пока они закончат. Точнее, они уже закончили. Сейчас должны одеться, переодеться. И поедем домой. Кверться. Немного спать хочу. Вот. Ну, зато я сегодня в первый раз за какое-то время, с неделю, наверное, накрасилась. Что уже неплохо. На самом деле, неделя так быстро пролетела. Мне кажется, я каждую неделю снимаю все меньше и меньше. Потому что раньше я снимала ежедневные влоги. Тут уже месяц на том канале, на другом не выходит видео. И выходит только «Жизнь слои» по воскресеньям. И это, видимо, меня немножко расслабляет. И я снимаюсь меньше и меньше. Вот. Сегодня у меня лучок такой. Из-за чего я... Благодаря которому я замерзла. Юбочка, кофточка, пальтишко наконец-таки достала, одела. Вот. Не знаю, может быть, я не уговорю все-таки в Артуре съездить в Пазель вечерком. Но, на самом деле, я больше замерзла даже в ботинках. Что у меня такие прям 8-8 лета. Нет у меня зимней обуви. Не приспособлена я к долгим прогулкам. Но я уже себе присматриваю цимберлэнды, чтобы утеплиться. Надо было их померить. Но Луя спала, и я не стала в магазин заходить. Ну, надолго. Потому что я поняла, что он проснется, а обратно с Германией, с неспящим Луя, не очень позитивно идти. Потому что он постоянно просится на руки. А нести его и катить коляску, ну, сложновато. Вот так вот. И увозят все равно пациентов. Ну, в разных-разных машинах. Мне приходится скоро. Вот здесь жду. Как-то мне страшно отостало, что здесь все в масках. И я тоже нацепила маску. Музыка. 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 Булка на прогулке. Капуста с картошечкой. Света вокруг Света, а мальчики взошли. Мальчики так гуляют. Приседут. Булджо заснул. Мы пришли в Германию. Сегодня вообще собирались в Базель, но пошли в итоге в Германию, чтобы... Сегодня утром позвонил мне просто друг, мой коллега. Спросил, как на ситуации на границе Шевцара и Германии. Он журналист, и они ехали сюда снимать сюжет, видимо, судя по всему. И, в общем, я быстренько полезла смотреть, что там и как. Так и выяснилось, что если ты едешь, что по новым законам сегодняшнего дня, если ты едешь на 24 часа, то можно. То есть там Европа, парк, закупиться и так далее. А если больше, то карантин. Ну вот весь народ тут, короче, все скупает. А я в четверг заметила, что в русском магазине вообще нет. Вся полка с крупами пустая. Ни манки, ни гречки, ничего нету. И поэтому мы экстренно пошли сюда купить каши, потому что в Шуцаре их нету, просто нету. Вот, купить кашки, докупить так по мелочи продукты и домой. Потому что никто не знает, что будет завтра. И вдруг завтра уже ведут какой-нибудь новый закон, и там с понедельника. Потому что прочитали, что с понедельника, возможно, вот эта земля, в которой мы обычно закупаемся, немецкая, тоже, у них уже третий уровень опасности. И, возможно, будет карантин. И, возможно, Германия закроет границы. Ну и, собственно, сегодня как раз-таки мы услышали, что именно Германия, немецкая сторона, ввела вот эту историю. 24 часа, со стороны Швейцарии это было. Вот, стоят прям насосы, колеса подкачиваются для велосипедов от магазина. Вот так, сегодня, конечно, суббота, народу и так много, но, мне кажется, ввиду с этой ситуации его еще больше стало. Просто очень как-то много людей. Я уже отвыкла от таких потоков, несмотря на то, что я скучаю по Питеру и Москве, и по этой движухе, но меня реально стали бесить люди здесь в большом количестве. Все что-то какие-то тупят, идут в телефон уткнуться, что по встречке идут, им вообще все равно. У кого-то дети плачут, ну вот я, например, если у меня Луи плачет, я стараюсь, если я вижу впереди коляску, замедлиться или вообще свернуть другую дорогу, потому что, я не знаю, вдруг там ребенок спит, и он его разбудит. А другие люди нормально, у них ревенок орет, и будут еще с коляской рядом идти кричать вовсю, но все равно. Мы вернулись из Германии, закупились немножко. Сейчас покажу, что взяли. Что? Что, солнце? Темная зона, да? В общем, это вся сумка, это все Луис Акашки. 15 евро куплены. Он их ест, а в Швейцарии я их вообще не могу найти. Милли они по 1 евро. А, кстати, знаешь, сколько они в Лидл? А в Лидл они 1,25 фактически. В общем, вот так вот выглядит закупка для Луи на ближайшие несколько недель. Так, дальше. А это все в русском, да. И поэтому у меня 15 получилось. И в Лидл. И в репачки фарша. Это от цветов. Две пачки фарша, курица. Это все на 12, как это вышло. Пармезан, две пачки гречки, йогурт, йогурт. Грибы. Это было здесь. Две сметаны. Мы решили повторить курики. Тесто. Рис для работы. Это где-то на 50. Даже на 70. Ага. Ну вот, наша неделька подошла к концу. Мы вернулись. Сейчас будем ужинать. И, собственно, все. И спать, наверное. Так что, спасибо, что в неделю были с нами. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Ставьте лайки или дизлайки. Смотря как вам сошла эта неделька. Она была не особо богат на события. Но и не совсем уж скучной. Так что, троицу. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.